Мы поговорим об интересной тенденции, почему люди с квартир хотят в квартиры. Вот смотрите, новость от 6 мая 2022 года. Под Львовом открыли второй модульный городок для переселенцев. Ну тут имеется ввиду беженцев. И вот такая фотография, смотрите, вот такие как конурки. И вот задаются люди вопросом. В селах и на Западной Украине, в Центральной Украине очень много пустующих сел. На половину, которые там на 70%, дома с участками. Можно там за 100-200 долларов купить дом с участком даже в собственность, не то что поселиться. Почему их не селят в селах? Там есть земля, чтобы обрабатывать, есть свежий воздух, все остальное. Почему? То ли не дорабатывает, пишут власть во всех этих областях и райцентрах. Не хотят чиновники чухаться. И не хотят подавать данные. Или проще тут какие-то схемы с закупкой этих модульных домов. Вот смотрите, как они дают. Вот контейнерное местечко, контейнерный городочек для переселенцев. В одному контейнерному домике может жить 2-4 человека. Вот так вот тоже они выглядят. У 70 домиках поселят студентов. Но там для других и семьи 2-4 человека. Вот так вот оно выглядит. Тут непонятно все. Меблями, коммуникациями, за поддержки Польши финансируют. Вот действительно, почему они не едут в село, то ли что там надо работать на земле или что такое. В львовской громаде разместят несколько таких городков. Но видите, именно хотят все это. Так во Львове ж нету работы. Там, наверное, сейчас своим работы не хватает. И вот тут смотрите, что тут еще в этой есть фотографии. Вот они на фоне этих домиков семьи. И что это детям в этих металлопластиковых конструкциях сидеть? Смотрите. Мебель, это ламинатом обито. Все сделано. То есть там идет вот этот запах, который 5 лет будет выветриваться. Вот этих всех клеев и все остальное. Разве можно это с домиком в селе сравнить? Решают вопрос в Львовской области. Ремонт и переоборудование уже имеющихся помещений. Выкуп готового жилья. Строительство нового модульного жилья. Да как же быть с селами? Видите как. И смотрите, вот тут вот тоже сделали большой репортаж на крупном ресурсе. Вот так вот оно тоже выглядит, вот эти дома. Ну, чем-то так вот напоминает, честно говоря, собачьи будки. Чем-то такое напоминание. Ну, тут они пишут, что их там неплохо кормят. Модульное жилье очень компактное. Один домик имеет 6 на 2,5 метров размер. 6 на 2,5 метров. Это 15 метров на 4 человек. Тут есть два двухэтажных. Кровати, обогреватель, шкаф, полки для мелочей, туалет и душ на улице. Это в других модульных домах. Ну, хоть по-сельски им сделали туалет и душ на улице. Но это разместили там на спортплощадке. Поэтому многие спрашивают в комментариях, а почему забор вот этот вот? 88 комнаток временного житла по алфавиту А, Б, С. А почему не по славянскому алфавиту? Городок рассчитан на 350 людей. Тут чувство общества у них витает, написано. Свобода подъемов и отбоев. То есть, кто хочет, спит. Вот еще дети, смотрите. Среди этих ламинатов, видите. Этих всей химии. Так, что тут? А что с питанием? Пока дают талоны на один прием. А там не сильно полное меню. Тоже, думаю, на обед и вечерю хватит. Другие пишут, нас кормят на убой. Три раза на день. Мясо со всегда гречкой или рис. То мы не все съедаем, потому что порции большущие. Нам уже надоело эта ресторанная еда. Чего-то простого хочется. Ну вот в село надо ехать. В село, что ж вы хотите. Даже тут вот столько пустует село. Это же проблема не только Украины и других стран бывшего СССР. Что село пустует. Ну вот кто хочет там украинский язык, кто знает, может остановить. Тоже прочитает. Тут пишут, что есть воздушные тревоги. По модульному району идет пани. В руках она держит яскраво зеленый тазик. Это Таня. У нее открытый взгляд и даже проступает усмешка. Среди жителей этого городка замечаю это впервые. Она живет вместе с мамой, сестрой и двумя детками. Татьяна родом с Мариуполя. Там жили ее родные. Но она несколько лет тому назад переехала в Харьков. Видите. Ну за Харьков она пишет, что там как в кино было. На педвозе, на полу в кузове передвижной лаборатории выехали. Они в каком-то там машине. Вот так вот оно все. Видите, эти модульные домики сделали тоже. С этих полет сколько делают всяких и кровати, и скамейки. А тут сделали вот такой вот себе, как оно называется, подставку для цветов. Так, ну вот так вот мы посмотрели. А вот в интернете, смотрите, модульные дома какие бывают. Вот гляньте, какой на фоне тут модульный дом. Вот тут такой модульный дом. Гляньте, какая красота. Потом еще бизнес на модульных домах. Вот с контейнеров, видите, модульные домы. Вот эти морские контейнеры. Много всего. Гляньте, такой модульный дом. Такой, типа как с киоска сделан. Модульные дома. Ну тут все в этих вот пока есть международное финансирование. Так, видите, делают эти модульные дома. Закупают. Я открывал сайт производителя. Там было видно на одном модульном доме. Вот это вот. Зарубежный это производитель. Там у них видео нету нормального, чтобы показать. А так вот в Херсоне выпускают вот такие, как в Японии. Видите, это пенопластовые дома. Они строятся за один день. 300 лет дом стоит, а штукатуривается. Там такая красота получается. Вот так вот оно строится, видите, быстро. Вот так вот выглядит вот это пенопластовый домик. И действительно там вот был репортаж с Херсона. Там такая тоже красота. Сейчас мы вот, к примеру, откроем вот японские пенопластовые дома. Вот смотрите, сейчас вы вот увидите. Вот видите, как быстро они строят в Японии. И вот сейчас мы потом глянем, вот как окно вырезают. Раз, вырезали в пенопласте. Почему им в селах, на участках, где вот старые дома, там, вот не сделать вот эти модульные дома. То есть пенопластовые дома. Вот как мы видим. Гляньте, какая красота в пенопластовом доме. И там для обогрева хватает полкиловатта. А штукатурится сверху, снизу. И такая красота получается. И такой же дом в Херсоне сделали. Тоже смотришь. Так все по-дизайнерски, как будто какой-то фильм космический. Вот такой фантастический смотришь. Ну а так, на ютуб канал заходите. Тут отдельно плейлисты есть по котам, эксклюзивные. Самый шипящий кот в мире. Собаки. Про Херсон много интересного. Есть такое общее видео и по питанию, и по всему. Либо вот тут поиск по ютуб каналу. Берете, что вас интересует и смотрите. То есть, все хотят прийти домой, ноги на кровать забросить, лечь, как в квартире. А в частном доме никто жить не хочет. Потому что в частном доме надо трудиться.